Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашем видеообзоре мы расскажем вам о новом двухсимочном аппарате компании Sony, а именно Sony Xperia Tipo Dual. Этот аппарат, помимо того, что он относится к бюджетному классу, обладает еще одной очень интересной вещью, о которой я вам сейчас расскажу. Начнем с кратких общих характеристик, в частности с размера экрана. Это у нас 3,2 дюйма, хороший экран, разрешением 320 на 480 и с поддержкой мульти-тач. Что у нас здесь еще есть? У нас есть здесь камера, достаточно простая, 3,2 мегапикселя, есть софт-тач покрытие пластикового самого корпуса, необходимые кнопки регулировки громкости, и обратите внимание на эту кнопку, она нам сейчас очень пригодится. Это кнопка, которая позволяет переключаться между разными сим-картами. Собственно, покажу вам, как аппарат устроен внутри. У нас вот есть тут серебристый цвет, вообще аппарат выйдет в двух цветах. Это будет черный с такой вот серой передней, фронтальной частью, и серебристый, ну, соответственно, с серебристой фронтальной частью. Итак, под крышкой, которая открывается очень туго, поэтому я снял ее заранее, находится батарейка, это BA700 на 1500 мАч, хорошая мощная батарейка, которая будет долго работать в этом аппарате, учитывая его небольшие габариты экрана. Здесь находится слот для карточки microSD. Это помимо, кстати, того, что в самом телефоне есть небольшой объем встроенной памяти. И здесь же у нас находятся с вами два слота под сим-карту. Первый слот верхний вы видите, он тут визуально понятен, а второй слот, он становится доступен после того, как вы выдвигаете вот такую вот хитрую жилеточку и кладете под нее сим-карту. Она, собственно, позволяет ее туда запихивать. Итак, сюда можно поместить две сим-карты, SD-карточку, вставить батарейку, закрыть крышку и посмотреть, как все это работает вживую. Вы даже в заблокированном состоянии видите, какая карта у вас, из какого оператора, какая карта находится в аппарате. При разблокировке у вас появляется доступ к управлению вашими сим-картами. По умолчанию вы можете настроить, какая из карт будет работать как основная, если вы будете звонить. В этом телефоне один радиомодуль, то есть у вас, собственно, обе карты работают параллельно на прием вызовов, но позвонить вы можете только с одной из них. И чтобы это сделать, вы можете пользоваться вот этим вот самым переключателем, кнопки, о которой я вам говорил. Смотрите, нажимая на клавишу, вы выбираете, какая из двух сим-карт у вас является главной. И, соответственно, карточка по умолчанию, с которой будут идти ваши исходящие звонки. Это первая и очень удобная вещь. Вторая очень удобная вещь – это виджет, который позволяет вам настроить каждую сим-карту под различные типы использования. Вы можете выбрать одну сим-карту, которая будет у вас использоваться для звонков, а вторую, например, для работы в интернете. Что вы еще можете сделать? Вы можете зайти... Давайте по-другому сделаем. Можно подержать эту кнопку чуть дольше и зайти, собственно, в настройки дополнительной работы с сим-картами и назначить, как вариант, время, с которого у вас каждая карта будет являться главной. То есть, например, с 9 до 6 вечера, с 9 утра до 6 вечера, вы пользуетесь основной картой, например, от компании МТС в качестве рабочей карты, а в качестве домашней карты вы используете симку от компании Билайн, и, например, это происходит с 6 вечера и до 9 утра. Таким образом, вы легко можете разделять ваши личные и корпоративные звонки. Тоже очень и очень удобно. Напомню, что в этом аппарате стоит процессор Qualcomm MSM7227A с тактовой частотой 800 МГц. Здесь стоит у нас операционная система Android 4.0, что для такой малышки, в общем, очень-очень неплохо. Ну и сам телефон, как я уже говорил, относится к бюджетному классу, поэтому при наличии такого красивого и интересного дизайна, хороших материалов в отделке корпуса и двух сим-карт, это прекрасный выбор для людей, которые хотят, например, познакомиться с операционной системой Android или начать свой путь в мире смартфонов. Настоятельно рекомендую. Спасибо за внимание. До свидания.